Приветствую всех господа, уважаемые трейдеры Наш видео обзор на неделю, точнее по календарю, по фундаментальному анализу, что нас ждет на этой неделе Достаточно насыщенный календарь, часть данных, часть событий уже сегодня с утра вышла Это уровень безработицы по еврозоне, он оказался лучше, то есть ниже Это для будущих ставок еврозоне хорошо, улучшается рынок труда И достаточно серьезные события нас ожидают в четверг и в пятницу Вы знаете, в пятницу у нас будет нонфарм, количество новых рабочих мест США Чуть позже об этом и в четверг будет заседание Банка Англии Хотя никаких изменений не ожидается Собственно, по нонфармам тоже рынки не ждут сильного разброса Вот было 222 тысячи новых рабочих мест, сейчас ожидается 187 тысяч Это такая средняя цифра, которая уже почти год мелькает во всех прогнозах То есть рынок труда восстанавливается равномерно и стабильно Но перейдем ко вторнику сразу Завтра у нас уровень безработицы в Германии Не столь важный, наверное, индикатор на данный момент Потому что в Германии достаточно стабильно, достаточно низкий рынок труда Ниже разве что в Штатах И решения ЕЦБ никак не связаны с уровнем безработицы именно в Германии А вот ВВП по еврозоне достаточно важен 2,1 ожидается Выход Больше, чем было в прошлый раз В прошлый раз было 1,9 Наверное, цифры выше 2,1 Если повезет, 2,2 Дадут толчок по евро Все-таки Нельзя сказать, что рост закончился Хотя и был небольшой разворот по евро и USD А слабые цифры могут, конечно, развернуть курс евро и USD Но мне кажется, в этом смысле куда важнее смотреть на пятничные нонфармы Нежели на ВВП по еврозоне Но все-таки какие-то движения будут И ожидания по кварталу последнему неизменны 0,6% Как и было В среду ничего интересного нет Разве что будет такая тренировочка перед нонфармами ADP Частная консалтинговая компания Нам расскажет о том Что они видят Какой подсчет, по их мнению, ожидает рынки Какие данные по количеству новых рабочих мест в пятницу Они ждут У них прогноз такой же 190 тысяч Вот в прошлый раз они нам предвещали Прогнозировали 158 тысяч А вышло 222 Ну вот Вот такой у них прогноз Ну и наконец, четверг Банк Англии Решение поставки неизменно должно остаться Таким же, как и было И количество новых Количество выкупа Объема выкупа облигаций Тоже должно остаться на уровне 435 миллиардов Фунтов стерлингов Что тут можно сказать Последний ВВП вышел Средненький Инфляция Сильных изменений Сильных сюрпризов Не было по макро-статистике Поэтому с огромной долей вероятности Можно сказать, что Банк Англии Будет тоже осторожен Будет присматриваться К макро-данным Там достаточно много было политических проблем Которые не дают Банку Англии Свободно идти на повышение ставки Хотя уже, наверное, пора ФРС начинал и при более низкой инфляции А вот Банк Англии никак не решится Ввиду вышесказанных проблем И, наконец, пятница Пятница у нас нонфармы Очень важно Любая цифра выше 200 Увеличит вероятность повышения ставки В конце года, в декабре Уже, наверное, будет больше 50% Намного больше Ну, вот сейчас примерно 51-52 Наверное, вероятность достигнет 60 И даже, может быть, 70% Если будет выше 200% Даже выше предыдущих значений Вот 250% однозначно Дает нам повышение ставки В конце года А низкие цифры То есть в районе 100-120% Скорее всего Повлияют на продолжение тренда по евро Потому что, ну вот все Не будет ФРС Поспешно повышать ставку Как рынок думал о конце года Еще об одном повышении в конце года С небольшой, ну как с 50% вероятностью Так и останется вот в этих пределах Прогноз рынка Поэтому нонфарм Не сказать, что как никогда важен Потому что интрига по ФРС По ставке сейчас довольно слабая Но важность нонфармов Выше, чем всего предыдущего Да, списка новостей Касательно евро-доллара Ну, давайте посмотрим, что здесь происходит Фунт, скорее всего, так и будет Пребывать вот в этом растущем треугольнике Очень высокие цифры По ВВП могли бы увести Но этого не случилось И инфляция осталась Такой же, как была Так что Банк Англии может Немного спровоцировать Небольшую такую волатильность Не думаю, что что-то новое произойдет Но если, конечно, произойдет То будут движения Ну и по евро Такой усиливающийся тренд Он все Угол все Ниже и ниже Практически новые максимумы сегодня Ну, их не было Мы достигли уровней Четверга Так что до пятницы Возможно, будет какой-то флет Пробитие вот этих усиливающихся Трендовых линий Коррекция какая-то Ну и в пятницу будет решаться уже Судьба вот в районе В пределах там 1.14, 1.18, 1.19 Вот в этом пределе Будут движения Опять же, повторюсь Очень хорошие нонфармы Могут заставить рынок Думать о том, что повышение ставки Обязательно произойдет до конца года Сейчас-то есть сомнения в этом А низкие цифры Наверное, так и оставят Низкими эти шансы Меньше, ниже середины Ниже 50% А вот вероятность по еврозоне Интрига по еврозоне Будет расти То есть вот эта вот разница Между евро и долларом В ставках будет Снова актуальна Снова она Будет иметь место То есть теперь уже наоборот ФРС сохранит Скорее всего до конца года Ставку ЕЦБ тоже сохранит Но там может быть Все, что угодно У меня все Удачи всем на рынках Ставьте стоп-лоссы Будьте осторожны И торгуйте Чаще не на новостях А уже после того Как все это случилось На спокойном рынке Новости нужны только для того Чтобы понимать Что происходит И понимать Почему произошли Те или иные движения Всем удачи на рынке